Дмитровский техникум стал местом проведения зонального этапа областного слёта соревнований школы безопасности. 18 команд участников, представляющие городские округа Северо-Подмосковья, были разделены на две возрастные группы. Наш округ представляли учащиеся Дмитровского лицея номер 4. Именно они стали победителями муниципального этапа школы безопасности. Дмитровчане выступали в старшей возрастной группе. Программа соревнований включала в себя несколько этапов, в том числе был и творческий этап. Каждая команда должна была подготовить и продемонстрировать визитную карточку. Всё на тему безопасности. Параллельно с этим проходил этап, где определялась физическая подготовка участников, подтягивания, пресс. Судьи учитывали время и количество повторений. Профильные знания участники смогли продемонстрировать в рамках этапа пожарная эстафета. Перед началом прохождения главный судья этого этапа Дмитрий Комаров даёт инструктаж и объясняет задание. При команде старта участники двое одевают боевую одежду, так как один из них будет работать с огнём и непосредственно с пожаротехническим вооружением. Третий участник, он не одевает боевую одежду, но он соблюдает правила охраны труда, работает с перчатками в крагах, разворачивает линию, возвращается обратно, бежит второй сюда, заполняет мишень водой, до звукового сигнала возвращается уже на финиш, передаёт эстафету третьему, уже непосредственно ликвидирует очаг возгорания. Маршрут выживания. Такое название носил один из самых сложных этапов. В рамках этого маршрута организаторы подготовили для участников 14 заданий. Входят этапы альпинизма, также входят этапы спасения на воде, этапы первой помощи. Дистанция начинается с этапа поиска пострадавшего в техногенной катастрофе. Ребята должны надеть костюм аль-1, полностью экипироваться с противогазом, найти в обозначенной зоне пострадавшего, погрузить его на носилки и вынести его из зоны ЧАЭС. Участники соревнований Школы безопасности к таким заданиям были готовы. Необходимые знания они получали в том числе и в рамках уроков по ОБЖ. Они нужны абсолютно всем, без исключения людям. И вот школьный предмет ОБЖ очень нужный. Вопрос только в преподавании. И вот мы как раз пытаемся школьным педагогам помочь в этом процессе. 28 лет существует общественное движение, и 28 лет назад его создавали именно с этой целью – школьному предмету ОБЖ дать практическую составляющую. Подводя итоги, стоит сказать, что команда Дмитровского лицея номер 4 стала победителем в своей возрастной группе.